всех приветствую на своем канале и готовлю сегодня винегрет старый такой классический винегрет я еще помню те времена когда я была маленькая и на какие-то праздники готовили всего два салата это был винегрет и какой же был еще по моему зимний который вот с картошкой и с солеными огурцами вот и давайте приготовим винегрет я пришла к выводу что самый вкусный винегрет из обычных продуктов без добавления огурцов горошка и всего остального и в моем винегрете будет содержаться только морковь картошка лук свекла растительное масло и квашеная капуста все больше ничего в моем винегрете быть не может потому что такой вариант по крайней мере для меня он самый самый вкусный и единственное что я сделаю не так как всегда так скажем лук не буду брать целый он такой большой достаточно возьму чуть больше половины и мелко 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 мелким кубиком его нарежу из-за того что у меня ребенок везде ищет лук и не ест его я делаю обычно вот так нарезаю меленько меленько в мисочку у меня вот здесь закипела вода в чайнике и кипяточком заливаю лук на несколько минут из него уйдет вся такая излишняя острота неприятный запах и горечь пока лук у меня стоит нарежем все остальные овощи на кубик я картошки возьму вот такую вот сеточку у меня уже немножко порвалась я пыталась и как-то разрезать свеклу как видите ни к чему хорошему это не привело я взяла две отварные моркови и 4 картофель картошки но картошка у меня такая маленькая если у вас крупная достаточно будет и двух вот свеклу я всегда отвариваю отдельно от других овощей заранее потому что она достаточно долго отваривается я всегда варю много ее штук 5-6 потому что я готовлю обычно допустим на 1-2 дня вот такой салат просто из одной свеклы натертой на терке заправленный уксусом растительным маслом с солью кстати у меня есть этот рецепт можете посмотреть есть такое видео на канале ссылочку оставлю в конце видео вот обычно значит отвариваем много свеклы и сначала готовлю такой салат из одной свеклы одну-две свеклинки оставляю да и одну-две свеклинки обычно оставляю там на другой день или через день на винегрет берем ситечко и исцедим лук из воды вот лук я осцедила немножко отжала его воды теперь нарежу свеклу тоже на кубик кто не любит свеклу кубиком можно натереть на крупной терочке у нас все любят свеклу поэтому я нарезаю кубиком кстати кто не знает например чтобы такую хитрость маленькую чтобы винегрет в овощи винегрет все оставались своего цвета не окрашивали свеклой свеклу нужно добавлять самую последнюю после растительного масла то есть порезали все составляющие посолили там по вкусу налили растительное масло перемешали и уже потом добавляете свеклу я наоборот например люблю моем понимании винегрет должен быть такой бордовый красный и поэтому не без разницы когда добавить свеклу я вот добавляю сразу немножечко подсолю сейчас добавим сюда квашеную капусту у меня своя тоже домашняя видео как я и квасила тоже есть можете посмотреть очень удачный рецепт я когда делаю какие-то салаты я всегда вот их перемешиваю в большом каком-то тазике а потом выкладываю в красивую в красивый салатник в красивую тарелочку чтобы она оставалась по краям чистая и нальем растительное масло 3-4 столовые ложечки наставлю чтобы он немножко настоялся и можно кушать вот такой простой у меня винегрет без всяких горошков соленых огурцов грибов яиц и всего остального самая обычные продукты и на мой взгляд самый вкусный вариант осталось только переложить приготовленный винегрет в другую миску и все всем желаю приятного аппетита удачных вам блюд и хорошего настроения на вашей кухне пока